Дорогие мои доброе утро всем. Только встал, не только встал, но уже почти час, как встало. Времени 7 утра. Собираюсь пить чай. Вот. Ой, ребята, вот такой чай. Такая дрянь вообще. Ну, или с бергамотом заказывала я в драмасте. Такая ерунда вообще. Он не зеленый. В зеленой упаковке написано. Бергамот, ну, не знаю вообще. Не заваривается совсем. Такая фигня. Вот. Покупали. Сегодня поеду на маникюрчик. Написала вчера. Чайничек скипел. Я все продолжаю подкрукивать немножко. Смазываю все себя. Вот опять. Видите, вот опять намазанная. Вот опять намазанная. Вот заклеенная пергаментом. Там такое ощущение, что внутри чего-то у меня все равно сидит. Мягко так. Утром откашливается. Мягко. Вот. Неприятное ощущение в груди. Не перестает оно быть. Неприятное ощущение. Вот лимончики. Покупаем лимончики. Вот. С петромаста. Здесь просто такие хорошенькие, меленькие. Намытые все они у меня. Я вот так их нарезаю, да? И в баночку. И пересыпаю сахаром. Очень удобно. Нарезаешь их вот. На долечки, да? В баночку кладешь. Сахарочкой присыпаешь. Вот сейчас сколько влезет. Баночку все нарежу. И очень хорошо они сохраняются долго. И такой сиропчик сок дают, да? Сохраняются. И удобно, когда пьешь чай, не надо подрезать. Ну, хотя не трудно отрезать, конечно, но он не сохнет сам лимон. Все равно ведь он, отрезаешь, он стоит, сохнет. Ну, вот. Взял кусочек. И красота. Хорошо. Спицы могу на птичьи длинные. А на меня другой ножик, да, это удобный. Который режет хорошо. Это, наверное. О! Или который вот так. Ребята, нужно все-таки мне купить, наверное, масленку. На блюдце масло, которое я вот заказывала, тоже, да, все-таки, наверное, нужно мне приобрести масленку. Попию сейчас чай с сыром, с маслом, с медом, с лимоном. Каши что-то не хочу сегодня, супра каши. Никакой. Хотя и манная у меня кашка сварена. Можно вчера варила. Можно разогреть в микроволновочке. Ну, осталось немножко вчера. Не хочу. Просто подпить чай. Сейчас утра не воскачалось. Времени 7 утра. Поэтому сейчас лимончики дорежу. Чаек заварила. Ну, более-менее, не заварил все удивительно. Да. Уже раз на раз не приходится. Можно пить чай. Семь-то завтракает, ребята. Приятного аппетита. Так. Так баночку нарезала. Лимончиком, да. Вот у меня было 3 лимона, наверное, я изрезала. И 3 у меня еще так осталось. Писочком пересыпала. Вот так вот их перетрясу. Они все в сахаре такие. Вот и не сильно сладкие. И потом такой сок выделят. И стоят как в собственном соку. Такие сахари. Очень удобно, ребята. А яйцо еще днем. У меня еще на завтрак сегодня яйцо отварил еще. Да, яйцо получу себе. Верну сырое яйцо и чай. Еще раз, дорогие мои. Всем приятного аппетита. Купила для мусора контейнер. Вот я как-то показывала, да. Такой-то под мелкий, да. И все равно, ребята, продолжаю пользоваться коробочкой. Все равно коробочкой продолжаю пользоваться. И поскольку коробочку вставляю, вставляю пакет туда, да. Мусор складываю в течение дня. Раз. Собираю. Но вечером я мусор не выкидываю, потому что примета, что вечером мусор не выкидываю. А утром вот сейчас пакетик достаю. Достаю. И выбрасываю мусор. Ой, мусор. Мусор. Провод. Говорят, ребята. Говорят, из деревни человека можно, да, вывезти, да. Или как там, выбить, да. Но деревню из человека никогда. Чего делается? Людка? А, Людка? Что? Глянь. Чего делается? Это ведь она. Здрасте, Люда. Угу. Вы что, намерен не скандалить? Угу. Я же к вам пришла как кумная, взрослая женщина, Надежда. Ах ты, сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Ну, я так понимаю, что наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. Мы обсудим с Василием создавшуюся ситуацию. И результаты сообщим вам письмо. До свидания, Люда. До свидания, Надя. Провожать меня не надо. Всего доброго. Живите дружно. Сейчас я тебя провожу. Провожай. 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 Девушки, уймите вашу мать. Тихо. 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 Зараза. Людк. А, Людк. Деревня. Ах. Вот так выглядит сегодня мой завтрак. Три бутербродика с сыром, с яйцом, чайом, лимончиком и медом. Пошла заводить нашу красотку с автозапуска. Время 9 часов. Не на маникюр. О, надо еще чистить ее на вся в снегу. Шевелить на помидорами-то. Моя красавица. И чего? Не завелась что ли, Кулема? Нет, завелась, моргает глазками. Моргает глазками, умница наша. Вчера мы ее прикурили. Елки надо выходить. Пока почистимся. Не люблю опаздывать я. Времени уже начало 10-го. Ну, ехать, конечно, тут минут 15. Пока почистимся. Красотка пусть оттаивает стоит. Работает красопедка наша. Снегу-то намело, да? Прошло только. Что? Всю ночь опять, наверное, снег шел. Ну, давай, очистить надо. Сейчас печелку достану, тоже помогу тебе. Время-то идет. Сейчас печелочку достану тоже. Фух. Ну, вот, почистились, сели. Тепло в машинешке. Она уже нагрелась. Она уже нагрелась. Она уже нагрелась, да? Но у тебя только что стекла не были включены, да? Не, не горелась. Ну, а надо включать хотя бы заднее. Он моментом, моментом включили стекло, моментом, отошло все. Очищенная, она тепленькая. Даже нигде ничего не пристало. Моментом опахнули ее. Ну, ладно. Поехали, трогаемся. Парк Крачевский наш. И днем, и ночью теперь горит. В сторону поедем по левому. Уфу. По левому. В ту сторону на левый берег. Поедем по новому мосту. По левому мосту. По новому мосту. А обратно будем возвращаться по старому мосту. Потому что вчера позвонила мне подруга, Галка. Вот. И пригласила там, говорит, Лена и ее дочка. Там какие-то джемперочки, говорит, там Лиза. Ну, как бы, внучки ее маловато, говорит, стали принесла. Говорит, приди, посмотри, может, что-то, говорит, вику себе подойдет. Или что-то, говорит, может, на дачу, говорит, заберешь. Вот. Я говорю, так у нас на даче тоже полно хламута. Это, господи, можно ни один, ни одну роду солдат одеть. Но ведь, ребята, жадность фрая разгубила. Надо поехать посмотреть, что там за джемперочки, свитерочки, да? Вот. Поэтому поедем по старому мосту. Будем сюда, в сторону, где вот Юля живет. Туда, они рядышком живут через остановку. Будем в тот конец города поедем. Мостик наш. Поездочек коротенький бежит, два вагончика, вон. Куда-то поехали. Мы с трамвайчиками были. Железная дорога здесь вот идет у нас. Самый хвостик поезда только успела. Самый хвостик поезд. Такой огромный ехал товарничок. Ну вот, все, вышла с маникюрчика. Вот такую красоту сделала. Рубиновый какой-то новый цвет у мастера. Вот такую, говорит. Я не знаю, я прихожу, как по другой раз готовым что-то хочу. А другой раз ничего, предложи что-нибудь мне. Вот такая красота. Вот поехали, Галинки. Поехали через Старый мост поедем. Поедем. Галя, это получается, будет на его первого мужа, двоюродная сестра. Вот. Мы все дружим, все общаемся. И с родной сестрой как бы заловки мои получается. По первому мужу. И с родной дружим. И все общаемся тесно. Вот. Так что вот поедем, съездим. Давно не виделись вообще с начала пандемии. Как-то в Любовском у них, да, Сережа? Да. Как-то давненько мы были. Ну вот, а сейчас они тут не в деревне, сейчас они дома, поэтому доедем. Но я довольна маникюрчиком. Палыч сплотил за меня, угостил маникюрчиком меня. Да, Палыч? Часи час-то. Часи час-то. Ну ладно, едем. Заезжаем на старый мостик наш, железнодорожный. Здесь вот идут поезда, бегают здесь. Едем по мостику. Это Вазофрии. А, Сафу. Не Вазофрии, Сафу. Это наш университет. Здесь корпуса, тут бассейн. Сюда, Слепуся, бассейн у нас сюда ходила. Езжаем уже с мостика быстренько, моментом. Тут тоже все у нас как-то. Сюда, Сафу. Продолжение следует...